Программа «Наука в фокусе». Ученые генетики выяснили, что у матерей больше шансов передать по наследству гены, отвечающие за умственные способности. И что поскольку эти гены сцеплены с X-хромосомой, которая у женщин представлена в двух копиях, в то время как у мужчин в одной, они ссылаются в частности на исследователи из Университета Глазка в Великобритании, которые с 1994 года ежегодно тестировали умственные способности почти 13 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. И этот анализ показал, что даже приняя во внимание множество факторов, от уровня образования до социально-экономического статуса участников исследования, точнее всего, предсказывать их интеллектуальный уровень можно по уровню IQ их матери. Вообще, по этому поводу и российский интернет, и западный интернет, все люди воодушевились, особенно феминистки, и начали делать такие, например, выводы... Далеко идущие. Далеко идущие. Вот, например, я просто читала в соцсетях разные по этому поводу отзывы радостные женские. Например, если папа умный женился на глупой женщине, то дети будут глупы, скорее всего, потому что у папы нет никакого шанса передать им уровень своего интеллекта. Или, например, вывод такой был сделан. За дурака замуж можно выйти, если ты умная женщина, можно выйти замуж за дурака, и дети все равно будут умные. Но вот, если мужчина хочет, чтобы его дети были умные, то на дурочке лучше не жениться. Ну и так далее, и так далее. В общем, мы решили прояснить эту ситуацию. И сейчас по телефону на студии Юрий Катилевцев, заместитель директора биомедицинского научного центра «Сколтех». Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, Наргиз. Здравствуйте, Егор. Рад вас слышать. Мы, собственно, еще и потому решили про это поговорить, потому что в данном случае это не одна публикация, а сразу несколько. Я-то полез в первые источники и докопался до того, что в начале всего этого лежит некий метаанализ, сделанный тоже журналистом. Это было еще в марте этого года. Там проанализировано десяток был статей. Все они довольно старые, кроме одной новой, которая совершенно не об этом, а о постнотальном влиянии матери. И вот я и подумал, что какая-то получается у нас наука третьего разведения, и насколько вообще можно об этом серьезно говорить. Вот поэтому мы решили поговорить со специалистом. Как вы считаете, имеет ли право на жизнь вот такой вот скоропалительный вывод, что интеллект наследуется от одного родителя, а нет другого? Ну, серьезно можно говорить на любые темы. Она же передача на то, как, мне кажется, и нацелена, чтобы, развлекая, поучая и воспитывать хороший вкус, особенно у молодых людей, которые интересуются наукой. И вы, Егор, совершенно правы, что та публикация в Independent, которая просто перепечатала публикацию из Psychology Spot, которая тоже не является peer-reviewed, то есть он не является... Не из издания, да. Да, это не вполне научное издание, это популярное было издание. Вот. Ну, это просто живенькая, интересная тема, но на самом деле для нашей публики, конечно, ну, кроме того, что это интересно обсуждать, польза в этом состоит в том, что, так сказать, они углубят свои знания в хромосомной теории наследственности и действительно еще раз услышат, что Х-хромосома, которая одна из самых больших хромосом, она такая же большая по размеру, как первая хромосома, достаётся мальчикам всегда от матери, а от отца им достаётся фактически пустышка, Y-хромосома, совсем малюсенькая, в которой очень мало функциональный дед. Вот, может быть, полтора десятка всего. А Х-хромосома огромная. А у девочек две Х-хромосомы, одна от мамы, одна от папы. И действительно, Х-хромосома, она устроена так, что некоторые гены там инактивируются. То есть это явление называется импринтинг. Кстати, в этой статье эти гены неправильно названы кондиционными генами, но такие термины не используют. Это гены, подвергающиеся импринтингу. Или метеллированию, которое приводит к инактивации этих генов. То есть одна из Х-хромосом, и часто отцовская, действительно полностью инактивирована в эмбрионе, бывает. Но это в тех частях эмбриона, которые образуют плаценту и желточный мешок. А вот в собственной эмбрионе, из которого получатся ручки, ножки, головка и все остальное, там одна Х-хромосома у девочек инактивируется, но случайно. Это может быть как мужская папина, так и мамина. То есть железный организм в этом смысле представляет собой своего рода химеру. А в мужском организме, естественно, Х-хромосома получена от матери. Поэтому если исследования, вообще говоря, там было больше мальчиков, и проводили их на мальчиках, то про мальчиков точно можно сказать, что они больше генетического материала получают от мамы. Потому что они от мамы получают Х-хромосому, а от папы они получают пустышку. А если даже мальчиков была половина, то даже это бы уже сдвинуло ответ в пользу женщин. Что умные гены заследуют от женщин. Но это как бы самоутверждающая мудрость. Да, но это, в общем, вещи достаточно известные. Может быть, не всем, но они не вчера случились. А речь-то была о том, о наследовании интеллекта. А вообще интеллект можно наследовать? Как Вы считаете? Мне кажется, что это скорее фактор среды и воспитания. Это вопрос философский, я бы так сказал. Но давайте говорить вот так. Можно ли наследовать форму носа? Наверное, да. Да, точно можно. Да, вот. И так же точно можно наследовать архитектуру мозга. То есть количество синапсов, как быстро они разольются. Это, несомненно, наследуемые вещи. Тут я бы не стал с этим спорить. Другое дело, насколько этот мозг будет человеком потом использоваться, насколько эти его задавки, которые он получил генетически, транслируются в его IQ. И вот это уже другое дело. Это вопрос его образования, питания. И в каком формате будет изменяться IQ? Потому что существуют разные все-таки способы для этого. Ну да, это тоже. Это тоже. Ну, как бы мы говорим там, кто-то в клубе, кто-то в меню. Ну и потом, в чем сообразительность? Но нужно сказать, давайте вот так говорить. Давайте говорить так. Несомненно, что функциональные свойства мозга, функциональные свойства, умные, умные, работоспособные, многие функциональные свойства мозга, наследственно предопределены. Хорошо, давайте тогда проверим на вас следующее утверждение, которое мы вычитали из соцсетей. Итак, если умный мужчина, у которого прекрасная архитектура мозга, он отлично пользуется. Женился все-таки на глупышке. Ну, польстился на красоту, допустим. То, если у него рождается мальчик, то, скорее всего, он будет глупый в маму. Ну, это очень упрощенная постановка вопроса. Во-первых, нужно сказать, что там с хромосомой эти гены будут связаны. Во-вторых, есть гены, которые передаются от отца, которые будут... Вообще говоря, гены, передающиеся по отцовской линии, они на самом деле эволюционно отобраны так, что они способствуют выживаемости потомства, фитнесу потомства. Потому что эволюционно выживаемость отца и так важна. В то же время гены, передающиеся по женской линии, они так устроены, что они способствуют выживанию матери больше. Потому что мать важна. Она оставит больше потомков, которые рожают. Поэтому отец, в общем, более альтруистичный донор-ген. Он передает те гены, которые, может быть, вредны ему, которые делают его жизнь короче. Но делают его потомков более вирулентными. Те такими, которые оставят больше потомков. Поэтому, если речь идет об уме, то есть, если этот друг применяется самцов на то, чтобы найти и очаровать большее количество самок, то я думаю, что вот эти гены передаются от отца. Скорее. То есть, как мне стало, красота от папы, а ум от мамы. Тут красота тоже красотой, как эволюционный признак. Я сегодня, в преддверии вашего разговора, с коллегами из Калтека стал обсуждать этот вопрос. У нас есть Наташа Дырлов. Она профессор Кембриджа. Наташа прекрасная, да, она к нам приходила. Я говорю, Наташа, как вы считаете, справедливо ли будет такое утверждение, что женщины, которые были признаны умными, исторически, как правило, красивые? То есть, бытовые всякие утверждения там идут. Что-то она страшненькая, да, зато умненькая. Вот если мы подумаем, что те женщины, которых мы знаем, безусловно, умные, да, вот Софья Ковалевская, да, ну, говорит, или Мария Кюри, вот все мы представляем их портреты, да. Или легендарная там царица Савска, которая тоже приписывается, то есть, умные женщины, как правило, красивые. А красота – это, вообще говоря, признак, который, по которому отбирают, да, и он эволюционно отбирается. То есть, здесь есть какой-то сцепень. А Наташа говорит, о, значит, от женщины передается не только ум, но и красота. На этой бравурной ноте. Да, на этой бравурной ноте мы заканчиваем интервью с Юрием Катилевцевым. Как говорится, каков вопрос, таков ответ. Юрий, спасибо большое, что прокомментировали нам эту новость. Напоминаю, что у нас в эфире был Юрий Катилевцев, совместитель директора биомедицинского научного центра «Сколтеха». Мы сейчас прервемся буквально на пару ночек рекламы, а затем вернемся и продолжим передачу с нашей любимой рубрикой «Вопрос-ответ». И сейчас мы пока ответим на те вопросы, которые приходили в предыдущие передачи. Татьяна из Санкт-Петербурга спрашивала, умнее ли мужчин и женщин? Вот среди гроссмейстера-шахматистов почти нет женщин. Вопрос попадает ровно в нашу предыдущую тему. Мы с Татьяной Слугиной не договаривались. Она это прислала две недели назад. Так просто получилось, что он совсем по теме. И я на него отвечу довольно длинно. Потому что вообще на него можно ответить двояким образом. Точнее, на то, как Татьяна вас спрашивала в самом общем виде, умнее ли мужчины, надо за все определенности ответить – нет, не умнее. Но, вполне вероятно, очень-очень умных мужчин чуть больше, чем очень-очень умных женщин. И статистика вообще-то по очевидным причинам не может это подтвердить с полной определенностью. Потому что для этого надо замерить IQ всех людей на планете, что пока невозможно. Хотя скоро станет можно, наверное. Но это отличие в средних тестах. В них мужчины чуть-чуть обгоняют женщин по интеллекту на единицы процентов. И это отличие на протяжении последнего столетия быстро нивелируется. Это замеряют на довольно больших выборках, на сотнях тысяч людей. Что касается не общей температуры по больнице, а наиболее выдающихся показателей, то количество мужчин, показавших уровень гениальности, в кавычках, оказалось почти в пять с половиной раз больше, чем женщин. По уровню высокообразованности мужчины также обошли женщин. Правда, в этом случае мужчин оказалось только в два раза больше. Вот профессор такой, Джон Филипп Раштон, проводил исследование более 100 тысяч студентов несколько лет назад. Он исследований показал, что IQ у студентов на 3,64 пункта ниже, чем у его студентов. С другой стороны, среди мужчин больше идет серьезным наставанием интеллекта, в том числе прямых дураков. Эти данные, с моей точки зрения, еще одно подтверждение теории, сильно мой любимый Вегена Автовазовича Геодокяна, который утверждает, что эволюция в мужчинах экспериментирует, а все более проверенное вкладывает в виду женщин. То есть, женщина получается базовый организм, а мужчина такое ответвление от него. Чаще впадает в крайности. Да, совершенно верно. Поэтому среди мужчин больше гениев и больше умственно отсталых. Самые умные люди и самые уроды в истории – это мужчины. Женщина базовая, она посередине держит вот эту самую выпуквую часть колокола гауссово-статистического. И поэтому интеллект у женщин распределен более ровно. Среди женщин интеллектуально выдающихся меньше, как меньше и полных дур, но зато меньше и остающих. Поэтому вот так и получается. Кстати, любопытно, что увеличение уровня тестостерона мужского полового гормона, если кто не помнит, улучшает сообразительность и способность к пространственному, то есть топографическому мышлению как у мужчин, так и у женщин. Это не могу объяснить, это просто такая забавная история. Но вообще-то мне кажется, что мерить с интеллектом не самое умное дело. Отвечая на запросы практики, нужно быть предельно конкретным и определять, вот что подходит, какие есть сильные и слабые стороны у мужского и женского ума. Они есть в тех или иных ситуациях. Возможно, молодой человек может не хуже девушки справиться с работой кассиру. Ума-то ему хватит. Но у него не хватит терпения и усидчивости, например. Сидеть день за днем за кассовым аппаратом. Он начнет совершать ошибки, и посторонние следователи скажут, что он глупее, что на самом деле не так. Или наоборот. Есть ряд работы, с которыми мужчины справляются хуже женщин. И бывает, что лучше. Едва ли все стоит сводить к силе или слабости интеллекта. Тем более, что мы даже не способны определить точно что-то такой интеллект и точно его измерить на всех. Вот по этому поводу наш постоянный слушатель Наиль заметил. Зря вы в теме использовали слово интеллект. Айзинг определял это понятие так. Интеллект – это то, что измеряет мой тест. Наиль абсолютно прав. Вот. Но на вопрос я надеюсь, что ответила Татьяна. Ну, а мы пока с вами прощаемся. Мы задержимся на несколько минут и запишем ваши вопросы. А сейчас всего доброго и до следующей пятницы. До свидания. Это была программа «Наука фокусить». Фокусить.